Вот она 25-метровая зеленая красавица. Совсем скоро она отправится в столицу и станет главным новогодним украшением страны. В 24-й раз подмосковная ель отправится на Манежную площадь. В третий раз лучшее дерево было найдено на Щелковской земле, как и прежде в Африановских лесах. Ранее это было в 2018 и 2021 годах. Для нас это очень почетно и это стало доброй традицией. Нам очень радостно, всем, кто живет в городе, в районе, что наша ель будет стоять в центре Москвы, в сердце Москвы, в Кремле. И тысячи семей людей будут загадывать желания рядом с этой елью. И я искренне верю, что все эти желания сбудутся в новом году. Ее высота 25 метров, а диаметр ствола соответствует стандарту красоты 60 сантиметров. Возраст же дерева весьма солидный, 84 года. Размах веток 10 метров. Ель была найдена лесничим Натальей Гусевой этим летом. Мы здесь с ребятами из школьного лесничества проводили занятия по подготовке к областному слету школьных лесничеств. И у них было такое задание измерить высоту елей. И тут они мне диктуют такие 25. Я думаю, дайте-ка проверю. Думаю, 25. Так, издалека красивая. Обошла, просмотрела и подала на конкурс. То, что елка вполне соответствует параметрам кремлевской, профессионал определила сразу. Она и предыдущие два раза находила подходящие деревья для Манежной площади. Претенденток было несколько десятков. Были использованы даже снимки из космоса для определения лучшей. Наша зеленая красавица вне конкуренции. Теперь ель порадует всех москвичей и гостей столицы в эти новогодние праздники. По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, по распоряжению управления делами президента Российской Федерации Александра Сергеевича Колпакова и губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева осуществляем спил, увязку, транспортировку главной новогодней елки на Соборную площадь Московского Кремля. Уже по традиции события сопровождаются народными гуляниями. Здесь в деревне Новопореево собрались местные жители и гости. У нас все елки красивые! А это самое? Ну вот это самое красивое, да! И вот наступил долгожданный, волнительный момент. Срубили нашу елочку под самый корешок. Совсем скоро она нарядная придет на праздник, но прежде необходимо подготовить дерево для транспортировки. В этом процессе задействовано несколько единиц спецтехники, в том числе грузоподъемные краны. Дерево уложили на специальные опоры, затем его обвяжут и бережно погрузят в грузовик, да так, чтобы ни одной иголочки царь елки не упала. На пушке, где росла зеленая красавица, совсем скоро появятся молодые ели, а лесничий будет следить за порядком в массиве. Тем более, что теперь в распоряжении стража лесного правопорядка есть новый автомобиль. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова